Это Ньюсейдер, друзья, я Александр Кушнарь, сегодня 14 мая. Не проходит нескольких часов, чтобы не поступили хорошие для ВСУ новости из самого горячего направления, с Бахмутского. Буквально только что в 6 вечера по Киву замглавы Минобороны Украины Анна Моляр обнародовала информацию о том, что только за сегодняшний, именно за сегодняшний день, то есть за 14 мая, украинские войска захватили более 10 вражеских позиций и совершили тем самым очередные продвижения в пригорядах Бахмут. По ее словам, украинские силы освободили территории на северных и южных окраинах города, зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе и взяли в плен очередные группы захватчиков. Моляр подчеркнула, что защитники действуют на грани сверхчеловеческих возможностей в условиях, когда один метр по сложности выполнения задач стоит 10 километров, а общий замысел операции, а именно так оно выразилось, общий замысел операции, реализуют два бригадных генерала вместе с командующим сухопутными войсками Александром Сырским, которые фактически находятся на передовой вместе с солдатами. Из сказанного следует, что речь сейчас идет действительно именно о спланированной оперативной миссии ВСУ, а не о каком-то тактическом реагировании на действия врага. Если бы имел место последний вариант, то мы увидели бы в лучшем случае прежние оборонительные действия украинцев, которые происходили со стороны ВСУ на этом направлении все предыдущие пять месяцев, начиная с декабря. Мы, однако, видим совсем иную картину. ВСУ перехватили инициативу на самом сложном направлении и пошли в контратаку, а сами эти контратаки они ведут не спорадически за какой-нибудь подъезд и квартал, а сразу на всем оперативном 20-километровом протяжении от Орехово-Васильевки до Андреевки, последовательно сметая фланги, словно два гигантских бульдозера, между которыми вскоре может оказаться Бахмут с засевшими там захватчиками. Тот факт, что все это сопровождается хаотичным бегством врага, ростом числа пленных с его стороны и гибелью командиров российских войск показывает, что россияне просто не ожидали такого резкого поворота этой истории. История, которая, казалось, должна была вот-вот привести к тому, что украинцы потеряют дорогу жизни через часов яр, после чего уже и вся Бахмутская крепость пойдет к ногам оккупантов, чтобы те могли начать резать логистические линии уже более широкого профиля, то есть те линии, которые ведут к южным регионам страны. Вышло иначе. Бахмут и его окрестности все эти месяцы ускользали от россиян, словно мираж, такой близкий и такой недосягаемый. Всякий раз, когда казалось, что ВСУ вот-вот утратят эту крепость, происходило нечто противоположное. Их оборона организованно сдвигалась, выравнивая фронт и вынуждая врага платить за каждые 10 метров по 10 жизней. Еще осенью прошлого года мне неоднократно приходилось говорить о том, что, вопреки расхожему мнению, человеческий ресурс у Кремля отнюдь не бесконечен, а тот, что есть, настолько низкого качества, что компенсировать его количеством просто невозможно, особенно против западного оружия и подготовленной мотивированной армии. Сегодня мы видим, что, к счастью, наши тогдашние прогнозы были верны. Те пораженческие жесты, которые в Бахмуте все чаще начинают демонстрировать российские силы вкупе с организованным войском террористической ЛНР, это как раз первые признаки того, что относительно боеспособные солдаты у Владимира Путина начинают просто физически заканчиваться. Один единственный районный центр отнял у них стотысячное войско, но так и не сдался. Это шокирующая для любой современной армии цифра, особенно потраченная впустую, взята отнюдь не с потолка, а непосредственно из сводки Пентагона. Можно сколько угодно не считаться с потерями, если вам есть что терять, но в том-то и дело, что уже скоро Путину просто некого будет терять. То есть давайте вспомним о том, что европейцы и американцы подсчитали, что всего Россия потеряла более 700 тысяч человек личного состава, то бишь 180 тысяч погибшими и 555 тысяч раненых. Так вот, понимает ли Путин, что люди у него и правда заканчиваются? Едва ли. Ведь, как мы уже неоднократно говорили, разыскиваемый за преступления против детей главарь Кремля ведет себя как проигрывающий игрок в казино. Он делает одну за другой все большие ставки, не считаясь со своим капиталом, чтобы только попытаться отыграться. Однако отыгрыш становится все более тяжелым с каждой новой потерей, покрывать которую, соответственно, каждый раз становится все тяжелее. Сначала верховный военный преступник России сжег свои так называемые элитные части, потом потратил подготовленную кадровую армию, затем полез в мобилизационный резерв и параллельно вычерпал большую часть тех заключенных, которые готовы были рискнуть головой ради мизерного шанса получить досрочное освобождение. Но каждое из этих решений Путина, каждая из его человеческих выливаний в армию, каждая из его кровопусканий приводила ко все более ужасающим результатам. Начав с попытки захватить полукраины, он через серию все более тяжелых поражений пришел к тому, что теперь дрожит над каждым гектаром бахмутской земли, в то время как его дальние тылы горят под ударами современных высокомощных западных ракет, а его хваленная авиация падает под выстрелами западных зенитно-ракетных комплексов, вот тех самых, которые Путин публично обещал пощелкать, и которые пока что сами щелкают самые дорогие российские самолеты и ракеты, словно орехи. Теперь, однако, Путину не до гектаров. Целые километры возвращаются под контроль украинцев на том направлении, где Россия сосредоточила всю свою наступательную мощь. О плохом предзнаменовании для россиян на этом участке поведал военный обозреватель BBC Павел Аксенов, отвечая на вопрос о том, почему гибель двух полковников, чьи смерти были официально подтверждены Минобороны России, это тревожный знак для российской армии. Вот как звучит его комментарий данной британской радиостанции. Итак, командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Даже если бы он не погиб в бою, уже один этот факт означал бы, что в формировании есть проблемы с командованием. Командир такого уровня не должен командовать боем, находясь на передовой. Он должен находиться в штабе, руководить обороной или наступлением по цепи командования с использованием средств связи. Если такой офицер отправился на передовую и сам стал давать приказы прямо на поле боя, то это может означать, что есть проблемы с командованием, когда нежестоящие офицеры просто не способны руководить своими подразделениями и когда была нарушена эта самая связь. Вывод эксперта таков. Смерть командира на поле боя всегда означает, что либо противник прорвался к самому командному пункту и атаковал его непосредственно, либо войска отступили настолько, что создалась угроза для командного пункта. В свою очередь, обстоятельства гибели другого офицера, замполита армейского корпуса Евгения Бровка, означает, что кризис, с которым вынуждены справляться сейчас командиры звания полковника в российских рядах, возник не только в одном каком-то месте, а как минимум в двух местах. Это свидетельствует о том, что проблема касается не одного какого-то отдельного подразделения, а сразу нескольких. Таким образом, из слов Аксенова следует, что катастрофа среди российских сил приобретает, похоже, системный характер. Эта катастрофа, однако, не ограничивается исключительно ситуация под Бахмутом. Напротив, с Бахмута эта ситуация начинается, и далее центробежными трещинами расходятся по всему телу военной машины России. Проблема для россиян состоит уже в том, что украинцы в последние недели нарастили удары по дальнему ближним тыловым позициям врага не только в районе Бахмута, но и на всем протяжении фронта, от Луганщины до Запорожской области. Очередной эпизод здесь – это уничтожение позиций противника под мостом близ Авдеевки. Взгляните на это видео, на котором густой черный дым, валящий из-под мостовой конструкции, используемой оккупантами в качестве оборонительного укрепления, демонстрирует следующее. У расистов вышло не очень хорошо, а вот задачи украинцев можно считать полностью выполненной. Враг был в буквальном смысле выкурен. Претел сегодня по объекту оккупантов и в Ясиноватой, который, очевидно, служит логистическим звеном для Авдеевской группировки, поскольку находится непосредственно к востоку от Авдеевки. Последствия в виде столба дыма, опять же, уже распространились на фото и видео в интернете. Куда именно попало, нам не расскажут. Однако уже скоро мы увидим последствия близ Авдеевки. Либо у оккупантов будет меньше снарядов, либо их самих станет меньше, либо будет меньше и того, и другого. Но, во всяком случае, если этот удар был действительно результативный. Надо помнить и о том, что этот удар произошел буквально на следующий день после того, как по Луганску прилетело. Причем прилетает по Луганску, как мы понимаем, уже не первый раз за последние дни. С начала 12 мая в этом городе, удаленного от фронта более чем на 90 километров, была уничтожена самая настоящая обитель зла с помощью британской ракеты Storm Shadow. Ну а 13 мая агрессор взыл о новом прилете. Согласно видео и фото из Луганска, которые распространились накануне, взорвалось, опять же, что-то громоздкое. Столбы серого и белого дыма поднимались над зданием, которое пропагандисты РТ назвали бывшей Луганской академией внутренних дел, где с 2015 года базировались российские силы. Вот фотография с построения вражеских военнослужащих возле этого здания до прилета по нему. А вот как это здание выглядит вблизи после попадания украинской ракеты. Телеграм-канал «Луганский партизан», который занимается в том числе и обозрением российских позиций на оккупированных территориях, утверждает, что поражена была так называемая база второй мотострелковой бригады ЛНР, в результате чего, по данным этого телеграм-канала, есть раненые и убитые. В этих словах не стоит сомневаться, если повнимательнее взглянуть на последствия прилета. Как видим, если посмотреть вблизи, здание, которое еще пару дней назад выглядело как новое, к утру субботы приобрело вид сгоревшего недостроя без окон. Военный пропагандист Александр Коц с сожалением констатировал, что украинские воины начали методично выбивать объекты в дальнем тылу. Цитирую. С появлением у Киева новых возможностей само понятие «тыловая база» теряет свою актуальность. Чем дальше, тем безопасных мест сохранения боеприпасов, горючих смазочных материалов и так далее, а также пунктов управления, станет меньше. Это надо учитывать уже сейчас, написал он в своем телеграм-канале, косвенно признав, что атака привела к болезням для российской стороны результата. Вопрос только в том, а что же это за новые возможности УВСУ. Два дня назад мы подробно объяснили, почему есть уверенность в том, что вчерашние мощнейшие удары по луганскому машиностроительному заводу были нанесены именно британскими ракетами Storm Shadow в дуэте с американскими ракетами-приманками под названием Melt. Более того, даже Минобороны России, которая обычно скупо на подробности своих провалов, внезапно подтвердила, что прилетели именно эти британские ракеты. Как известно, соответствующую версию высказали и представители маринеточных луганских боевиков. Были ли эти ракеты применены и 13 мая, а не только 12? Если судить исключительно по разрушениям в бывшей академии МВД Луганска, то такое предположение вполне может оказаться верным. Дело в том, что то, что произошло 13 мая, я имею в виду создание бывшей академии МВД в Луганске, больше похоже на то, что произошло 12 мая с машиностроительным заводом в этом же городе. То есть, на самом деле, эта детонация была слишком мощна для одного и даже нескольких беспилотников Камикадзе. А вот для 450 килограмм штормовой тени, тихо подкрадывающейся мимо эшелонированной ПВО, это вполне закономерный исход. Если бы это действительно была именно штормовая тень, то я могу пожелать врагам украинского государства паковать чемодан уже сейчас, поскольку это означает, что таких ракет у ВВС Украины теперь явно больше, чем несколько, и они готовы тратить их в том количестве, которое потребуется для выжигания всех ключевых позиций в самых дальних тыловых уголках агрессора. В то же время надо понимать, что если по Луганской академии прилетела действительно именно Стормшеду стоимостью 2 миллиона долларов, то значит, что цель стоила того. Единственное объяснение здесь это то, что украинская разведка действительно достоверно владела информацию о пребывании на соответствующем объекте группы высокопоставленных офицеров противника. Российская сторона не сообщила пока что никаких подробностей о том, кто был ранен и кто погиб при ударах 12 и 13 мая предполагаемыми ракетами Стормшеду. А это может означать, что есть крайне неприятные для россиян факты, которые они хотели бы скрыть. Конечно, никаких официальных подтверждений того, что Стормшеду уже в работе, мы в ближайшее время от официального Киева не получим. Более того, хотя есть почти 100% уверенность в том, что были применены именно вот эти ракеты позавчера и вчера, все-таки доля сомнений у нас, конечно, может оставаться. В конце концов, не нужно забывать, что для ВСУ готовятся еще и ракеты-бомбы GLSDB на 150 километров. Но, скорее всего, они пока что вызревают на американских предприятиях, словно детеныши драконов. Как представляется, им еще только предстоит вылупиться. Если бы в Луганске работали бы именно эти снаряды, то характер атак был бы все-таки иной. То есть, больше точечных повреждений и, соответственно, серийность детонации. Но этого не было. А был, в общем, один большой взрыв с одним большим столбом дыма. То есть, так как это и происходит при подрыве какой-то одной крупной боевой части. Во всяком случае, так это видится на данном этапе. Как бы то ни было, повторный мощнейший прилет по оккупированному россиянами городу, который еще недавно казался одним из недосягаемых для ВСУ, я имею в виду Луганск, означает, что худшие кошмары для противника начинают становиться явью. Теперь ликвидация склада с боеприпасами, штабами и топливом по всем оккупированным тылам у России действительно становится вопросом времени. Но вопрос времени, в свою очередь, зависит от двух факторов. Разведданных и количество переданных Украине ракет дальнего радиуса действия. Британия, у которой таких ракет Storm Shadow имеется по разным оценкам от 600 до 1000 единиц, для начала вполне могла бы передать украинцам хотя бы 5% от своих запасов. Только представьте себе 50 или хотя бы 20 несущихся на Крымский мост ракет Storm Shadow с мэлт и дронами для отвлечения российской ПО. То-то будет фейерверк. Ждите. Друзья, я напоминаю, что мы сейчас введем пятый по счету сбор на тяжелые дроны для сил специальных операций Украины. Из 30 тысяч евро мы собрали уже более 28 тысяч евро к утру сегодняшнего дня, 14 мая. Если вы хотите помочь добрать на этот сборный проект по строительству дронов, которые уже сейчас меняют ход этой священной бронительной войны Украины против России, вы можете сделать это, воспользуясь теми ссылками, которые я даю в описании к этому видео. Я имею ввиду PayPal, банковский счет и европейская банковская карта. Там же в описании вы найдете, во-первых, ссылку на мой телеграм-канал, где я практически каждый день или по крайней мере раз в несколько дней подробно отчитываюсь о ходе сбора этого и любого другого. Ну а также там же в описании вы найдете ссылки на два интервью с Константином из сил специальных операций Украины, вместе с которым мы как раз и проводим этот сбор. В одном из интервью он подробно рассказывает о том, что такое вот эти тяжелые дроны, на которые идет сбор, дроны Вака и Дора. Ну а в другом интервью он подводит вместе со мной предварительный итог сборов на эти дроны, а также делится своими соображениями о ситуации на поле боя. Если вы еще не видели этого интервью, вы можете посмотреть их прямо сейчас. А я низко кланяюсь всем, кто помогает собирать средства на дроны Дора и Вака, потому что ваша помощь в данном случае не просто спасает жизни, а непосредственно приближает к победе Украины и всего цивилизованного мира. До скорого!